Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет происходить встреча с Сергеем Вячеславовичем. Я думаю, Сергей Вячеславович не нуждается в представлении. Хотел бы сказать несколько слов о том, как будет происходить наша встреча. Наша встреча будет происходить по такому распространению. Сначала Сергей Вячеславович будет обсуждать злободневные темы и представлять свою книгу. После чего ему можно будет задать вопрос. А после вопросов можно подписать книгу. Книги можно купить в фойе. Хотел бы еще сказать несколько слов о регламенте мероприятия. Никакой видеосъемки разрешено. Можно только фотографировать. Также по поводу вопросов. Вопросы можно задавать только в микрофон и только один за раз. В противном случае придется прекратить мероприятие. И также хотел бы вас попросить формулировать вопросы заранее, чтобы не мешать проводить мероприятие. Ну или поставить режим в самолете. Спасибо. В этом месте очень приятно вас всех видеть. Я буду говорить. Так мы находимся в уникальном месте на Таганке. Мне особенно приятно, я поэтому согласился здесь выступить. Потому что, собственно говоря, большая часть моей молодой жизни прошла именно здесь. Где-то между театром на Таганке, Таганской тюрьмой, Екатерининскими банями и заводом Серпомору. Собственно говоря, вот на этой территории формируются, формировались в 60-е, 70-е годы ученые. Их отсюда появилось очень много, на самом деле, в самых разных областях. Ну и известный разбойник, как вы понимаете, потому что место располагает. Теперь о том, чему посвящена наша встреча. Наша встреча посвящена новой книжке, которая называется «Морфология сознания. Часть первая». Я думал, что это будет маленькая книжка, которую можно быстро прочитать и забыть, но не получилось. Потому что эта книжка писалась для женщин в основном. Ну от чего? Потому что, если вы включите телевизор сегодня, вы впадаете в телевизор. Потому что те рассказы о детях, с одной стороны, о их необычайных способностях, которыми они обладают, прямо в утробе матери. Его еще не успели сделать, как он уже стал, так сказать, общаться с космическими силами, необычайно талантлив, одарен и прочее. Это неправда. Потому что, к сожалению, все детские механизмы развития мозга, они очень сложные. И развиваются очень медленно, несмотря на то, что к моменту рождения человеческого детеныша, до третьего тела, представляет собой мозг. Ну понятно, что мозг развивается быстрее всего, раньше всего. Первый орган, который вообще выделяется у человека, ну после оплодотворения. Кстати говоря, это происходит примерно где-то 18-й день после того, как. В смысле, после оплодотворения, а не справки от гинеколога. То есть на 11-й день уже появляется первый орган. Первый орган обособляется в человеческом организме, это мозг. Он начинает закладываться первым в виде такой нервной пластинки, которая превращается потом очень быстро в нервную трубку. И вот эти все события, просто выделение органа, они происходят в первый месяц после оплодотворения. То есть начинает вся эта история на 18-й примерно день, а заканчивается на 29-й, 30-й, иногда на 31-й. И вот в этот момент, если говорить о том, что происходит с человеческим мозгом в развитии, это вот самый критичный. Почему? Потому что именно в этот момент возникает до 90% всех патологий негенетической природы. А негенетической природы патологий на самом деле очень много. То есть если человек умирает внутриутробно, берется материал, потом изучается генетиками, смотрится, а что там внутри произошло? Ну от чего? Зародыш умер. То генетические причины очевидные возникают, доказанные. Находится примерно 10-максимум 12%. Ну если уж совсем тяжелый случай, и вы живете где-то на бывшем атомном реакции, то там побольше. Но не сильно. А все остальное, вот эти остальные 90% это что? Это плата за наше развитие. То есть мозг такой большой и такой сложный, что цена вопроса колоссальная. То есть если взять и посчитать вот так всех оплодотворенных зародышей, вот все, что человечество изготовило, такие работы проводились, причем не только, не в одной стране, а пытались, так сказать, контролировать. А сколько на самом деле-то получается зародышей, если вы будете неустанно их изготавливать? Ну изготавливать любят все, а вот что дальше происходит в реакулотворении, об этом известно очень мало. И оказалось, что где-то процентов 60 зародышей погибает еще до формирования нервной системы, до имплантации. То есть это большая проблема и трагедия. А часть зародышей, и это 60%, то есть это на 11-12 день имплантации не происходит, просто зародыши погибают. Ничего не случается, то есть никто не замечает, существует, если говорить про женский организм, небольшая задержка. И в результате этого всего на самом деле зародыш размером каков? Где-то несколько десятков микрон. Он просто выходит и никто ничего не замечает. Вот таких 60%. А остальные, значит, как же происходят? А остальные происходят так, на имплантации еще гибнет там процентов 15, то есть это уже у нас получается 75. А оставшиеся несчастные, они, значит, начинают развиваться. И вот из оставшихся части 65% зародышей погибают от патологии нервной системы. То есть на самом деле это колоссальная проблема. Из-за чего? Из-за того, что мозг настолько сложен и настолько мало генетически детерминирован. То есть там есть четкие генетические программы по пролиферации клеток, по миграциям, которые включаются в концепт пролиферации, по дифференцировке. Да, но это частные случаи. А глобальный морфогенез, он управляется за счет межклеточных взаимодействий, которые очень уязвимы. Ну, приведу самый простой и доступный пример, который большинству из вас, в общем-то, известен. Ну, вот классический вариант спины бифида. Вот в этой аудитории один, а то и полтора человека, как в детских загадках, они точно со спиной бифидой. То есть это что? Кистотное расщепление позвоночника. То есть позвонки не совсем срослись. Это бывает из-за чего? Из-за того, что произошла на несколько часовая задержка не руляться. То есть сформирование вот этой плоской пластинки будущей нервной системы в трубочку. Вот в этот момент, а это процессы, напомню, происходит почти 11 дней, очень медленно она замыкает. Смотрите, это пельмень такой, который вы сложили и начинаете залеплять. И лепите его 11 дней. За 11 дней, понимаете, у вас может случиться что-то. Ну, может отойти там, поесть еще что-то. Вот 11 дней трудно лепить пельмень. Так и здесь. Это очень медленный процесс и очень уязвимый. Потому что он не жестко детерминированный. Например, вы съели чего-нибудь не того. Успокоительного. Ну, с целью утешиться каким-то образом. Ну, вы еще не знаете, там, женится, не женится. Ну, как-то это волнует. Ну, вот. И там приняли успокоительного. Все успокаивающие, очень многие успокоительные, они построены на деполимеризации цитоскелетов, то есть внутреннего скелета клеток. Это приостановит нейруляцию. Да. Результат какой? Через много-много времени, когда будет сформироваться уже на основании индукции нервной системы, то есть индуцирования позвоночника, все остальное в этом месте окажется небольшая задержка в развитии. А в финале кистозное расщепление позвоночника и такие поясничные боли, если это будет поясничные боли, на ближайшие, там, 70 лет человеческой жизни вашего потока. То есть вот в чем проблема. То есть одна маленькая проблема, один маленький эффект, связанный с приемом, там, кстати, фенатозипалович, я недавно разморачиваюсь, любой препарат, дополимеризующий цитоскелет, принятый в этот момент, когда вы еще не знаете, что вы беременны, значит, может привести к таким последствиям. Но таких очень много ситуаций, там, например, на 21-23 день эмбрионального развития закладывается передний мозг. Ну и если вам нужен ананцефал, пожалуйста, главное точненько на 21 день того же фенатозипалчика и получится ананцефалия, то есть отсутствие переднего мозга. Это катастрофа. И таких, к сожалению, событий в эмбриональном развитии гигантское количество. А препаратов, которые вызывают такие тяжелейшие патологии, зачастую несовместимые жизни, то есть дороже будет какое-то время жить до тех пор, пока не нужно кровоснабжать растущие клетки. А патологическая ситуация это бывает довольно долго, а потом уже его очень заметно, значит, вам говорят, что лучше от этого избавиться. Иногда это упускают, но это очевидная ситуация. Сейчас таких детей почти не рождается благодаря УЗИ-диагностике. Это где-то с 4-6 недели уже начинает быть заметно, а к 8-12 уже можно даже поставить диагнозы, значит, соответственно, прекратить это дело. К сожалению, такого раньше было очень много. Сходите в любой музей, начинают пункт камеры, кончая какой-нибудь европейский музей. Таких плодов было гигантское количество. То есть это не значит, что они перестали появляться. Их так же много просто благодаря диагностике ранних сейчас просто абортируют. К сожалению, они обычно не жизнеспособны, ничего хорошего в этом нет. И эта плата, возвращаясь к тому, с чего начал, это плата за сложное развитие нашего мозга. И, как вы понимаете, это самый ранний начальный этап. А дальше происходит все намного сложнее, менее очевидно. Но от этого катастроф, которые происходят в головной мозге, меньше не становится. Они могут маленькие, но сказаться через 20 лет. И, в общем, книжка посвящена тому, как вот развивается, созревает мозг. Потому что вторая проблема, кроме катастроф, патологии, это, которые, кстати говоря, первые не профилактируются нигде в мире, а в результате запрета на исследование человека, это, ну, в смысле гуманизма массового, особенно западного, они прекращены в западных странах. Ну, поэтому я уже многократно говорил, учебники по человеческому развитию мозга, там, Сайдлер, руководство для врачей, очень популярное, десятки расызненных запрета, наполнены в начале эмбриональным развитиям мышей. То есть, это интересно для Пушера Генекова, который занимается мышиными родами, но абсолютно не имеет никакого отношения к человеку, поскольку сходство очень условное, потому что, ну, приведу только один пример, у нас при замыкании вот этой пельменей, нервной трубки, у нас два нейропора, передний и задний, а у мышей четыре. Ну, разница, видимо, для запчастных людей небольшая, ну, вот, но для нас очень существенная, потому что это морфогенез, и с этими нейропорами связаны, кстати говоря, я это описываю, в книжке очень много серьезных вещей, а задний нейропор, это знаменитая история с монгольским пятном на копчике. Ну, вы знаете, когда вас соблазняет какой-нибудь монгол, ты говоришь, что там каждый монгол, потом Чингисхан, я надеюсь, вы это понимаете, да? Вы тут же говорите, да, там, я согласна, но снимай штаны, покажи-ка мне монгольское пятно, сзади. Что это такое монгольское пятно? Ну, это отлов нейроэктодермы, которая, на самом деле, у нас все тело покрывает, это пигментные клетки, которые темнеют на солнышке, когда вы загораете. А там она попадает в такой специфический карман, если задержка этого нейропора происходит в самом конце эмбрионального развития, вот, закладки нервной системы, на 29-30-й день, и тогда эти клетки пигментные депонируются в этом месте, там, где происходит контакт спинного, закладки спинного мозга с кожей, и превращается в такое большое пятнышко. Вот у Чингисхана было пятно, поскольку он размножался со страшной скоростью, как вы знаете, то есть оплодотворял все, что двигается. Таких довольно много, действительно, монголов, потому что там 800 только наложников, ну, вы понимаете, детей много было. И это действительно монгольское пятно действительно фигурирует. Но у многих вас могут жестоко обмануть. Какой-нибудь настоящий немецкий бюргер может спокойно разрезать с таким же пятном. Почему? Потому что это патология, которая встречается где-то на 2000 человек, у европейцев один раз точно. То есть не поддавайтесь на обман. Если вы видите, вы рыжий, порносый, просто с такими выпущенными глазами, говорит по-немецки, при этом прикидывается потомкам Чингисхана, не верьте. Значит, несмотря на пятно. Почему? Потому что это нормальное явление, очень частое. Потому что, когда человеческие зародыши развиваются, в момент, когда замыкается последний нейропорт, происходит еще один феномен, который забавно знать. До этого наша нервная система соединена напрямую в кишечниках. И есть так называемый кишечно-мозговой канал. Это счастье, что он зарастает, как вы понимаете. И кое-что не попадает напрямую в мозги. То есть он у нас зарастает, в этот момент разокрывается задний нейропорт. Очень смешно все. Но это действительно так. Есть кишечный... И у меня в какой-то книжке, я не помню, в эмбриологии в какой-то, по-моему, эмбриональное развитие мозга человека. Там даже есть фотографии прям непосредственных трубочек, соединяющихся одно другим. Так вот, такие вот феноменальные вещи, они... Это самое забавное, самое простое. Намного сложнее само развитие мозга. Потому что многие говорят, ну вот смотрите, там, мама, маме, мы подносим звук там резкий. Как бы это раздается, ребеночек начинает дрыгаться там внутри. Вот он дрыгаться начал, значит, он уже что-то чувствует. И вот на этом построено очень много мифов, способов воздействия. Вот мы давайте сейчас заберем, там, значит, лучших представителей Академии наук, они начнут стихи читать. Или там решать слух, математические задачи. Он же все слышит там. Не важно, что ему там 12 недель, он всему научится. Не верьте этому. Ничего он не слышит. Он даже когда рождается, почти ничего не слышит. по простой причине, что слуховые клетки, даже в слуховом аппарате, ну, только на 20 неделе дифференцируются. То есть, механизма, даже восприятия нет. И на этом паразитирует огромное количество и опушеров, гинекологов, врачей, всяких заклинатель, и дьмей, и прочих амчиховых туристов, которые убеждают людей, что они могут оказывать влияние на развитие. Это неправда. И существуют ограничения созревания. А там в слуховой системе, например, слуховые поля, которые вообще позволяют осознанно воспринимать звуки, вообще формируются после рождения в течение года. И об этом никто ничего никогда не пишет и не говорит. Все с удовольствием паразитируют на бедных женщин, которых, значит, обманывают страшно, определяют всякие способы лечения, воздействия, способы образования, воспитания, внутриутробного. Это целый бизнес во всем мире. Который учитывает только одно. Человеческое незнание развития мозга. То же самое со зрением. То же самое с вестибулярным аппаратом, который дифференцируется вообще первым. Об этом мало что известно. Вот книжка посвящена, собственно говоря, тому, как медленно мозг созревает, и как эти структуры формируются. Потому что многие вещи ждать от ребенка нельзя. Потому что есть такие принципы глубинные, которые, ну вот, лучше всего, например, выражены у лягушек. Там, как они, когда начинают развиваться, у них закладывается так называемая циногенестическая нервная система. временная, которая нужна только что голова стекла. Ну, вы понимаете, что лягушке есть две лапы, нет хвоста. А подумайте сами, как хвост бьется, потом куда-то что девается. Нервная система, временная, она вот создалась и работает, а за это время и формируется все остальное на ее основе. А потом, когда хвост исчезает, разбирается, умирают эти клетки, которые его обслуживают. Там все двумя клетками, кстати, это очень простые движения. Так же точно у человеческого зародыша. Сначала формируются те связи и те дальние иннервационные пути в утробе еще матери, которые позволяют на их основе, чтобы она перерожка начала дрыгаться. Как узнать, что это все работает? Значит, туда ползают нервы, в чем они здесь описывают, что вот эта вот иннервация органов в процессе раннего развития это дикозатратная и страшно дорогая вещь, потому что, ну, приведу пример, который привожу в книжке, неоднократно к нему обращаюсь. У нас почему спинальные больные, которые передвигаются в каталках, их не с чего, не с чего регенерировать, их нервные клетки спином могут. И чтобы вам не рассказывали, спокойно всегда спрашивайте, покажите нам хотя бы одного спинальника, который встал. Но только так, чтобы было снимки до и снимки после. Ничего он никогда и нигде не покажет. Никакие любители стволовых клеток, никакие маги, волшебники, заклинатели этих змей и прочее. Все это мелкое жулье сразу считает. Но точно так же, как я предлагал экстрасенсов выпускать на разминирование сирийских полей. Вот это было бы кино. Но если вы экстрасенсы, давайте, кто останется, тот победитель. Почему нет? Отличное, мне кажется, предложение. Здесь примерно то же самое. Так вот, у нас почему нет ресурсов-то в спинном мозге? Да по одной простой причине, потому что 85% клета гибнет во время вот этой гонки отростков нейронов к мышцам мишени. Ну, просто и спинного мозга, чтобы дорасти до мышц мишени, бросается расти много, большое количество. Но в отличие от олимпийских игр, а биология это не олимпийские игры, те, кто не успел, те съедают соседям. Ну, по-простому. Ну, представьте, это на биатлоне было то же самое. Было бы интересно и завлекательно смотреть. Но вот здесь это происходит постоянно, всегда и во всех организмах, от лягушек до человека. И поэтому к моменту, когда мышцы начинают дергаться, она, собственно говоря, подает сигнал, что к ней природа пришел нерв, этот нерв схватился, связался специальными нервно-мышечными контактами и мышцы запустилась. Тогда остальных уже можно есть. Сигнал очень полезный, поэтому, когда мы смотрим в микроскоп на спинальные нейроны, эти огромные. С чего бы там везде они по 5, 7, 10, 15 микрон, а там по 300. Чего это? Откуда он так набрал? Это в нем находится запчасть от его неудачного товарища. просто себе. И поэтому компенсации-то никакой нет. Поэтому 85% клеток просто погибает в борьбе за органы мишени. Это огромная проблема. И таких способов таких вариантов у нас очень много. Приведу еще один пример, который, например, меня лично очень волнует. Но вы представьте себе, что количество аксонов, ну, вы знаете, со старостью возникает слабость зрителя. Ну, про слуховое не говорю, так все полуглухие с детства. Особенно те, кто любит эти дебильники. Это ускоренный способ оглохнуть. Не надо дожидаться 50 лет, так все придает побыстрее. А вот глазами совсем дело дрянь, потому что на самом деле в эмбриональном развитии, когда еще плодик развивается, уже достаточно приличный второй триместр, а то и третий. Что происходит? Были подсчитаны количество отростков, которые идут от сетчатки глаза, от ганглезных клеток, идут в мозг. И когда посчитали ахнули, об этом тоже стараются говорить, что количество этих самых отростков уменьшается в процессе развития человеческого плода в пять раз. То есть на самом деле у нас мы появляемся как родительский проект внутриутробный, и у нас в сетчатке глаза, и в глазах ресурсов для работы глаз в пять раз больше, чем доживает до рождения. Ну, остальные тоже дружеские каннибализмы, все такое. если бы сохранить хотя бы десять процентов от этого, мы бы в старости не страдали массой заболеваний и могли бы так сказать сохранить остроту зрения и качества этого зрения невероятные. Ровно такая же история в слуховой системе, только как немножко по-другому связано с ганглейми, слуховыми. И точно такие же системы и в двигательных ядрах. То есть у нас конкурентная гибель в наших плодов. То есть когда он развивается, это не то, что он растет, так растет. Нет, в этот момент а внутри него все друг друга едят со страшной силой и выживают только те связи, которые образуются самым первым. Вот это тоже, этому уделено много места в книге, поскольку это так называемые эмбриональные каннибализмы или гибель формообразовательной, которая тоже крайне важна. То есть у нас как бы весь процесс развития состоит из нескольких явлений. С одной стороны это дифференцировка, то есть клетки пролиферируют, выходят из пролиферации, мигрируют куда нужно, образуют связи, включаются функции. А есть и второй инволюция, то есть когда лишнее все погибает. То есть собственно книжка посвящена как этим, как и другим процессам. Но главное в ней это созревание функций. Но всем же интересно как это все формируется. То есть когда и как формируются органы чувств, когда и как возникают ассоциативные области, осознанное восприятие информации. Это отдельный раздел, который посвящен формированию коры. Там целых для главы этого посвящено. То есть потому что даже на уровне коры и даже в таких простейших центрах как обслуживание органов чувств, зрение, обоняние, осязание, слуха, межклеточные контакты, синапсы начинают формироваться так поздно, что никакого раннего детского восприятия сильных световых излучений может поправить современными источниками света. Создать световой поток излучений или там вибраций значит создать механочувствительность кожных волосков об этом тоже будет. книжки есть о том как созревает потому что через волосы можно воспринимать там на каждый волосок накручен своеобразный такой нерв. Ну вот девушки особенно лохматенькие особенно с пушистенькими волосами. волосы же ведь не как приклады они дохлые холодные они никогда не будут живыми здоровыми они уже умерли в момент образования просто кератит но вы же как-то умудряетесь почувствовать когда муха садится бывает что вы чувствуете даже на большом каждого как вы догадались потому что волосяная луковица окручена нервов этот не отравлять механорецептором поэтому на расстоянии 10 сантиметров от головы вы шарахаетесь отмушки вот так же точно внутриутробно так просто в жидкости он плавает и поэтому там морфогенез то есть развитие волосков в самых разных местах кстати у человека в первую очередь они начинают образовываться там где девушки чаще всего выщипывают на бровях ну вот у человеческого плода ну вот и через них тоже воспринимается механорецепторные вот эти ощущения ну и соответственно я пытаюсь анализировать что происходит сразу после рождения и пытаюсь рассказать тем любителям производить себе подобных о том что не надо слишком уж там переоценивать уже даже новорожденного внутренне потому что в начале очень мало несколько всего простых рефлексов у них работает после рождения обоняние и вестибулярная пара все зрение 20% поле зрения цветового зрения еще меньше так что погремушки это для вас чтобы вы почувствовали себя родители или бабушки для вашего утешения тем более особенно гремят они конечно начнут слышать но очень не сразу то есть в начале там у вас всяких а так запоминать только положение тела но я привожу пример почему например мамка берет ребенок кормит груди все хорошо приходит противная бабка ну особенно конечно вредный организм значит берет на руки он начинает кричать что делать нормально Женя говорит вот видишь твоя мама даже на руки взять не может нормально это же я это прекрасный повод устроить уходную свару на самом-то деле это действительно так дело в том что ребенок ничего не понимает он помнит только положение тела и стимулярного аппарата который принимает мамка от его кожи а все остальное он воспринимает как издевательство и то же самое запах и все время привожу книжки тоже это есть ссылки эти есть о том что моет грудь перед кормлением идиотизм грудь должна быть рядом и вонюч иначе он ее может не признать на своем это большая трагедия во всем мире была когда борьба за гигиену привела потому что стали мыть а они перестали узнавать потому что обоняние у них работает прекрасно как и вестибулярный аппарат но в результате получился отличный бизнес дети приходили на искусственное кормление а бедные мамки мучились так что вот такие вещи это все на самом деле чистая биология развития от человека там очень мало дело в том что чтобы не говорили всякие заклинатели змеи там сетиологи взять мозг плода там например где-нибудь 7-8 недель и попросить их отличить от обезьяньего шимпанзе или горюм ничего не вам не отличит это большая проблема даже для профессионалов высокого класса поскольку практически нет только методом угадок то есть дело в том что различия очень невелики а по созреванию все выступает после рождения кора дифференцируется первые два года это медленно а вообще до 7 лет корковое развитие настолько идет медленно и настолько скажем так зонально что говорить о чем-то осознанном очень сложно конечно учить детей когда автоматически запоминается много-много всякой информации очень удобно и полезно там билинговый то есть формирование двуязычности очень хорошо идет некоторые еще вещи то есть такие простые скажем так инстинктивные в основном это это можно использовать этому надо учить но все остальное очень дозировано поскольку на это накладывается еще одна большая проблема о которой я тоже все время не безустанно говорю дети разные вот как разные вы так разные дети и скорость созревания более того это хорошо исследовано в системе генезии так называемые гетерохронии два одинаковых ребенка причем даже от одних родителей они могут быть сильно могут сильно различаться потому что мозг каждый раз формируется индивидуально он очень разный он очень настолько разный что дети могут не походить на своих родителей и походить больше там на дальних родственников или вообще неродственных людей это огромная проблема именно из-за того что с одной стороны мозг состоит примерно из трехсот структуры каждый раз структуры оказываются в новой комбинации а с другой стороны из-за того что скорость развития разных отделов мозга у разных людей разные ну один быстрее там созревают слуховые области ну да бывает чуть-чуть опережает чуть-чуть замедляется у другого зрительные и поэтому когда возникают такие различия ничего страшного нет потому что это норма если один ребенок там рисуется страшной силой а другой ни в какую не рисует только в носу ковыряет в ответ на всякие предложения ничего страшного нет это индивидуальная особенность созревания центра двигательного моторных или зрительного как угодно но эти периоды они чередуются сначала запел потом стал рисовать потом стал скакать это не значит что сначала его надо тут же отдавать в оперные артисты потом нанимать профессиональных художников а потом их отдавать в балетную школу или не дай бог спортивную гимнастику это не значит ничего это значит что просто идет нормальное созревание гетрохронное нормальное развитие ребенка предлагать конечно надо если у него есть какая-то одаренность и он в это вцепится и будет к этому возвращаться регулярно это его судьба значит его способности к этому действия потому что у нас объективных способов пока оценки этих способностей нет только методом перебора и предъявления но индивидуальную изменчивость надо учитывать и не надо насиловать детей заставлять их делать то что они не могут но здесь есть немножко в книге всяких парадоксов странных ну например там как гермафродиты получают знаете это бывает такое оказывается закладывается одновременно с левой стороны например яичник а с правой страны семейник а потом все зависит от ситуации с мозгом и гормональной регуляции меняется человек меняет действительно пол есть некоторые проблемы в том числе с генетикой как вы понимаете но тем не менее такие феномены есть есть много странностей в детском развитии там например более развитые девочки это не я исследовал это цивилизованных странах более развитые девочки в физическом отношении там с различными молочными железами того же с округлыми попками и всем остальным с подхожным жиром как положено которые вот в такой состоянии приходят раньше они как правило на ногу глупее чем те которые имеют задержку развития так засушенные в облачке в школьные годы обычно на более долгое время сохраняют интеллектуальную возможность для саморазвития чем девушки уже с весовыми достоинствами это я придумал это статистика и таких исследований на самом деле и веселых и горьких на самом деле приведено есть очень много потому что книжка построена не только на моих заключениях здесь не хотелось а хотелось бы мне хотелось рассказать об этом на фактологии потому что была целая эпоха которая исчезла лет тридцать пять сорок когда этим интенсивно и осмысленно занимались не так как в Италии до второй мировой войны когда добрые католики значит они брали абортирных эмбрионов и кололи их и горками ну с целью узнать что у них другое гуманистический подход цель нет не об этом речь идет хотя этого тоже хватало но и о более-менее осмысленных и более-менее человеческих исследованиях вопросов развития человека пока не были потому что с 90-х годов этого практически не ведется а та псевдопсихология которую выдают за анализ человеческого развития она к этому имеет очень косвенное отношение вот я пытался собрать эти материалы чтобы они просто не утратились какие-то вещи какими-то вещами занимался я сам особенно раннего развития а вот попозже когда уже после рождения есть огромный пласт литературы который вы даже с трудом можно найти даже имея в руках ссылку почему потому что это в общем не приветствуется потому что это расходится с гуманистическими идеалами навязанными в настоящее время мало имеет отношения но мало имеет отношения к реальности вот об этом книжка она охватывает период до начала полового созревания потому что про любовь это отдельная история вы сами понимаете про любовь так просто не напишут отдельной главой для этого будет посвящен второй том как дети там слихиваются почему они становятся животными на несколько лет попытка самореализоваться ниже пояса и прочее это особая история там она совершенно жесткие геологические механизмы которые на самом деле преодолимы до известной степени а до известной степени нет но это будущее это следующий том он наверное выйдет еще довольно скоро но вот на этом я заканчиваю свое такое краткое выступление если есть вопросы задавайте хотел бы напомнить что вопрос задается по одному разу в микрофон без микрофона говорить нельзя и поднимайте руки кто хочет задать микрофон вопрос в микрофон я начну с этой части и потом уйду в ту и повторно задать из этой области нельзя будет меня Сергей зовут хотел бы уточнить такой вопрос по поводу телегонии и женской целомудренности можете как-то прокомментировать и сказать что вы понимаете по телегонии передача после первого партнера генов и вот эта вся информация ну что-то остается просто на животных есть информация в интернете на животных это распространяется на зебрах были опыты в интернете вообще распространяется нет не горит извините сейчас красное нажмите еще раз хочет еще кто-то задает вопрос я сейчас скажу кратко значит насчет зебр и всего остального значит идея о том что вот после первого спаривания в женщине остаются какие-то гены которые потом загадочным образом переселяются будущий зародыш является абсолютнейшим вредом другое дело то что у животных есть депонирование сперматозоидов есть животные там рептилии некоторые амфибии у которых эти сперматозоиды могут жить по 3 года среди млекопитающих особенно примитивных у тех же самых кенгуру есть такая такая система они спариваются образуется две яйцеклетки одна выходит и начинает развиваться образуется зародыш который переползает потом в сумку а вторая яйцеклетка оплодотворенная лежит у матери ждет своего часа и если с этим все нормально он развивается вторая выходит в оплодотворение второй пускается там после того как полностью сформируется есть такой феномен депонирование есть есть сведения о том что у человека такие фокусы могут быть да есть депонирование находили неоднократно потом ганатомы делавшие тщательное исследование брюшной полости находились сперматозоиды которые туда проникали по тем или иным причинам и там депонировались от донецких недель был такой да поэтому рассказы про телегонию это знаете как передача их случай на расстоянии в 100 километров чтобы вылечить вас от всех болезней такие же сказки для того чтобы такие вещи проверить нужно провести очень простой опыт вот у нас есть полный генетический скрининг самца генетический скрининг самки вот мы их спариваем проходит время там допустим две недели берем другого самца спариваем берем потомка и делаем что генетический анализ примитивный который делает стоит 80 фунтов в Англии на въезде если вы заявляете что у вас там родственники это делается элементарно в любом отделении полиции что нету у кого-то 400 фунтов на такой эксперимент с кошечками интернет тоже мне нашли источник здесь вот рядом я родился здесь рядом была пивная там было значит пахло соответствующим пивом порошком дарья которому разбавляли вот такой был слой окурков вот интернет напоминает беседы пьяных мужиков завода серпомолот в этой пивной по содержанию интеллекту и уровню подготовки поэтому когда такие вещи появляются в интернете нужно тут же додать одиннадцатый вопрос одиннадцатый вопрос кто-нибудь проверял встречным слепым методом нет тогда кашпировскому давайте еще а так как вы слышно добрый день у меня тоже по поводу новой замечательно из интернета ну это не новость точнее информация хотел бы ваш как сказать по поводу вот жозеф вольтман якобы открыл явление нейрогенеза это в 60-е годы да что вы до него это открыли лет за 200 а фернандо натенбаум типа подтвердил это в 80-е вот вот эта информация как сказать что он открыл нет ливня нейрогенеза то есть нейрогенеза как бы новые рождаются в нашем возрослом виде ну может у него и родились это называется типа проводили исследование на крысах якобы в 90-х годах что там типа у них рождаются месяц там 3 процента это все это все фейк или это объясняю значит у нас есть клетки есть животные у которых нейрогенез например в спинном мозге продолжается всю жизнь влияет это как-то на что-то нет одна-две клетки входят в дифференцировку каждые там 2-3 года у кого у вечно растущих животных акул и змеи у кого еще действительно доказано размножение нейронов у птиц когда весной самец канарейки впадает сперматотоксикоз в смысле готовится к размножению и видит прекрасную самку значит он так возбуждается что под гормональным скачком у него 3-5-7 нейронов из прижелудочковой зоны приходят в зоны которые контролируют пение поэтому канарейки их обучают пению там встраивается несколько новых нейронов и они зрелые самцы имеют больше пения значит что эти жулики выдают за открытие в 90-е годы еще в 60-е годы в лаборатории Синтагатай натурализованного немца которые в Венгрии работают была огромная лаборатория одна из ключевых в Европе где занимались кинетикой пролиферации нейронов меченых тимидин тимидином меченым по третий исписанный тонны написаны тонны книг в которых без этих жуликов доказано исследовано каждый раздел мозга откуда берутся нейроны с какой скоростью они пролиферируют сколько за каждый цикл появляется это доскональное исследование без этих балбесов до того как они родились дальше что происходит это вся кинетика пролиферации что показывает показывает что у грызунов у некоторых мелких млекопитающих после рождения нервные клетки в единичных случаях повторяются появляются где в некоторых структурах мозга не основных ни в корене в какой потому что там миграционных путей уже нет в помине хору никак не восстановить и там они не появляются а подкорковых структурах в том числе гипокалька на протяжении двух-трех месяцев у грызунов на основании этой левоты в массе научно-соединских институтов США и Европы села на гранты огромное количество жуликов широко известных они 25 лет подряд рассказывают о том что они выращивают нейроны будут протезировать спинной мозг покажите один протез 25 лет прошло вложены триллионы долларов где результат покажите мне одного увеличенного спинального больного или это уже кончились стволовые клетки в 2000 году Катерине Верфайл создает в США институт стволовых клеток и на первом сайте она получила в течение двух лет 200 типов клеток включая нервные из жировой ткани одного мужика прекрасный результат то есть она смогла решить проблему Хайфлика то есть то, что клетки размножаются 50 раз и все после миотического деления и это она решила и она решила проблему дифференцировки найдите сейчас этот институт залезьте в ваш любимый интернет и найдите хоть что-нибудь в институте Катерина Верфайл про эту глупость ничего кроме клеток крови и те стволовостью не обладают поскольку каждые полгода источники клеток новой крови меняются вот эта вся прохиндиада закончилась в прошлом году когда в журнале Nature вышла огромная статья в которой подробно исследован гиппокамп человека на котором паразитировало несколько десятков институтов европейских и наших где доказывали размножение нейронов мозги человек ребята сделали огромную работу прекрасную всеми известными методами найдите в нынче это есть и огромные написали статью в которых показывают да следовые появление нейронов 1-2 на 150 миллиардов да вам это поможет у вас каждый день гибнет несколько лет 1-2-3 нейронов появляется несколько лет после рождения после этого все прекращается эта статья похоронила вот эту всю многолетнюю прохиндиаду про размножение клеток надо так сказать хорошо учиться был на первом втором курсе институтов поменьше страдать желанием уточни натаскать много денег это как вам это как вам обещали как 23 года назад клонировать кого-то где клоны хотя бы кошек и собак нет тут чушь углы эти вам обещали стволовую клетку вырастить гортани трахеи как кому вы помните недавно два года назад как кому вырастили чего-нибудь хотя бы кончик нос понимаете прохиндиада это вот такой бизнес если вы так настолько легковерны что опыт научный на протяжении десятков лет который показывает что это нет и что отслежены еще в довоенное время как было определено число клеточных делений садились люди которые зарисовывали каждую делящуюся клетку в культуре ткани и выяснилось что все клетки живут недолго 50 клеточных делений у растений 90 все и дальше должен быть миоз то есть половой процесс иначе вы этот счетчик хайфлик ограничение клеточных не включить и 5 лет назад дали нобелевскую премию за хайф хотя он был известен до этого 70 лет подряд то есть люди которые это говорят то есть первое не знают вообще ничего о пролиферации клеток во вторых они абсолютно отрицают иммунную систему то есть заноза ваткова должна прижиться вам не кажется что это все-таки дело не мое а психиатр и в третье они говорят мы вам ведем в брюшную вену в слововые клетки они придут в нужный орган например в мозг через гематоэнцефалический борщ из которой даже белки не проникает ребята вы где учились в Кембридже или в Оксфолде но быстрее всего там как раз очень много шейхов получится видимо там они получают вот такое понимаете дискутировать с людьми которые не образованы до такой степени практически невозможно так что давайте еще какой-нибудь вопрос вопрос следующий Вячеслав Кублицкий скажите пожалуйста воздействие алкоголя и табакокурения на развитие плода и такой второй вопрос является ли опасным УЗИ значит при воздействии при это исследование на небольших сроках беременности насчет небольших сроков беременности УЗИ не знаю потому что таких работ нет значит любое воздействие конечно плохо но я думаю что оно примерно такое же как курение сигареты рядом с заводом по производству стали не думаю что это как-то особенно влияет потому что когда вы сидите около телевизора в котором там есть высокочастотные излучатели или брюхатая мамка что-то запекает в СВЧ вот это воздействие намного больше чем краткосрочные УЗИ поэтому я не думаю что это как сказывается я думал что это ерунда еще вопрос извините какой был значит алкоголь и табакокурение алкоголь и табакокурение дело в том что существует такая штука как гематоплацентарный барьер через него не все даже бактерии проходят и даже вирус не все так просто там кое-когда проходит кое-когда нет поэтому табакокурение как курить если до токсических шоков то конечно влияет а так вы где живете территориально ну просто район я в мурманске живу а в мурманске а понятно ну вот вы поэтому так и выглядите прилично потому что вы дышите нормальным воздухом потому что ну тем более потому что вы знаете люди живущие в Москве на вскрытии у 25-летних девушек проживших всю жизнь в Москве и никогда не куривших легкие такие же как у девушек которые иногда и покуливают одинаково серенькие розового ничего нет они отвратительные по виду однажды умер такой вот здоровый человек как вы приехавший в Москву так и собрали целый консилиум потому что вдруг увидели розовые легкие то есть вот понимаете то есть сигарета если бы вы жили жить действительно где-нибудь на Дальнем Востоке в Приморье и дышать свежим воздухом там любое токсическое воздействие будет заметно а вот кто живет в городах но это зона умирания алкоголь да он проникает гематоэнцефалический барьер вопрос дозы всегда потому что еще раз говорю мама когда выказывает ребенка она не есть не может правильно согласны ну как-то ее надо кормить иногда нет есть районы земли где женщин поконит брюхо вот такой не с этих не порно кто объект не сможет к столу что достанет кто-то нормальное общество по-люжним не существует а когда брюхо здорово начинают кормить но уже поздно моста требует белков и жиров и поэтому потом они появляются детям я учусь это не какие-то третки тупые а нерогенез уже не компенсирует кормить надо и до того как она еще забеременела жалобные в ранние сроки тогда белка и липидов требуется очень много а там такая традиция социальная ничего не сделает пока брюхо не появил женщин можно не кормить то есть поэтому а раз женщина ест дурума особенно она не занимается сыроедением а я с нормальную пищу то первая порция пищи вращается в два метаболита алкоголь и сахар из расчета массы тел деленный пополам вот весь женщина 54 килограмма например это значит что 12 что в голодании она поела значит у нее 37 миллилитров 27 миллилитров спирта выработалась все он втянулся в кровь он попадет через гематосфолический попадет значит если она еще хлопнула стакан водки при этом по конечно попадет но это не очень хорошо это но алкоголь табак хуже конечно потому что там есть масса токсинов алкоголь естественный метаболит если не переживать то есть по объему то ничего страшного нет то есть физиологический художник не превышать который образуется при приеме пищи то у нас просто дело в том что это алкоголь принимает в таких количествах что он действительно становится токсическим а поскольку скакла звук нет и его употребляют без меры то лучше просто запрещать отчасти женщину что делать но исправиться нельзя но вы не волнуйтесь если кто как женщина пьющие то алкоголизм женский не извлечен практически поэтому ничего нельзя то есть доза является критерием но поскольку добиться дозы такой что 30 грамм невозможно все время будет полстакана хотя ну значит уже плохо поэтому конечно в общем алкоголь или избыток табака но избыток какой если вы женщину беременна начнете решать сигарет она насчет на стенку лезть это тюрьме так тяжело до крайности так с токсическое состояние еще непривычная ситуация уж лучше пусть она понемногу там покуривает чем будет будет находиться в таком состоянии что это приведет к ее стрессу стресс женский на отмену может повлиять больше чем сам само это курение и вот в чем страшно и таких исследований объективных не было даже те исследования по курению которые проводились в сша они являются не совсем честными потому что пример того уменьшилось пять раз число курящих а количество рака легких увеличилось в четыре раза объясните ради бога как это произошло но статистику посмотрите просто просто те кто занимается бизнесом на здоровом образе жизни они также зарабатывают они поменялись акциями между собой с компаниями производящими табак и алкоголь и здоровье производящими товары здорового образа жизни поэтому если вы покупаете кроссовки вы платите табачных компаний так что здесь все хорошо продумано то есть не все к сожалению полезно то что называет здоровым образом жизни не все вредно то что является традиционными вредными веществами то есть полиэтиленгликоль в детском креме может повлиять больше чем табаку я бы к этому относился осторожно ну вот и любое излишество губительно поэтому еще вопрос добрый вечер владимир вы упоминали о 13-14 парах черепно-мозговых нервов где можно информацию получить об этом единственная книжка в которой об этом пишу дело в том что учебник вот опосмозга я готовил тоже как учебник а у нас понимаете ли как бы он так помягче сказать в правилах для образования но понимать что у нас образование опускается ниже плинтуса у нас принято западный стандарт западных сторон так 12 черепно-мозговых нервов у нас учебника запрещено писать что-то больше приведу примеры значит какие еще у нас есть один асимметричный нерв который входит в шишковидную железу это единственный нерв который входит в мозг они выходят из него об этом ни слова не говорится учебник прозападные не говорю там какая там неврология может быть в сша когда там них до сих пор ни одного цитарфетанического атласа мозга не смешите дальше есть еще терминальный нерв это парный нерв входящий вот вам тринадцатая пара и еще одна пара это вомер назальный нерв с которым до сих пор ведутся дискуссии в эмбриональном развитии он описан подробно и там есть обонятельные рецепторные клетки описано недавно всего несколько лет назад дополнительная обонятельная луковица который закладывается человеческом мозге она не была известна обращаю вас на насчет анатомии все все давно уже немцы сделали но эти жулики известны они там выпускали по 100 художников каждый год для того чтобы те рисовали красивые картинки всем кажется что они все нарисовали сейчас японцы семидесятых годах описали плечевом сплетение нервов толщины в пол карандаша а был две мировых войны и всех лечили все знали хорошо поэтому вот эти нервы то есть что надо добавить к учебникам это нужно добавить в умер назальных два нерва два терминальных нерва нулевых которые есть у всех животных у человека и нужно добавить еще один асимметричный то есть 15 это который входит в эпифисы он идет от верхнего шейного ганглия у человека двухсторонного так поднимается входит мозг это для того что наш суточный ритм поддерживать об этом тоже в книжке немножко есть но описание этого есть только в теперешнем раритете эта книжка называется сравнительная анатомия нервной системы позвоночных она не переиздавалась больше она вышла в начале нулевых там где я мог написать то что я считаю нужным еще тогда мы не приняли западные стандарты и там это подробно изложено у кого у каких животных какие нервы в каких вариантах так что вот вам ответ на вопрос а так если будет позволено высочайшим образом чтобы учебник такой писать я думаю что в следующем издании отлоса мозга я подробно это сделаю у меня такой вопрос а скажите а какими методами исследования вот доказано образование тех же синапсисов синапсисов или как они там очень простыми методами берется мозг вот то что я привожу в книжке это берется мозг плода нужных стадий ну например вас интересует закладка зрительной коры или слуховой коры когда там образуется значит собирается материала собрать архи сложно нормальные дети погибают вместе с мамками не часто то есть чтобы собрать например 9 плодов от первого месяца до рождения это адская работа попробуйте найти попробуйте извлечь попробуйте договориться со всеми чтобы родители там с песнями не хоронили этого плода это архи сложная вещь получить от всех разрешения согласие прочее остальное вот допустим вы потратили три года для того чтобы это собрать причем как собрали тут же же нужно обрабатывать нужно вырезать кусочек этой коры сначала определить поле то есть где границы этого поля взять точно в этом месте после этого делается такие блоки маленькие там делается десяток заливается в специальные смолы и по народу и режутся срезы по семьдесят ангстрии толщиной которые следуются на специальных гендерс проходящих посвященных электронный микроскопе на разрешениях несколько десятков тысяч раз и собирается материал там видно просто вот нейрон вот на нём есть синапсы нет синапсов а для того чтобы доказать берутся десятки этих сеток берутся десятки блоков то есть это тысячи срезов и подсчитывается сколько на нейронов приходится уже готовых синапсов и дальше считается достоверность и когда вы берете этот весь ряд вам видно что у вас там например один синапс на нейрон ну что это это сигнальный синапс ясно что а когда у вас там сидит там уже 100 синапсов ну тут можно предположить начало синаптической активной работы а в норме на каждый нейрон приходится от ста тысяч до миллиона синапсов это в клетках пуркинге мужичка то есть вот так это делается это адская работа чтобы несколько написать здесь в этой книжке абзац это кто-то положил несколько лет жизни то есть вот так это и больше никак а все эти умозрения рассуждения психологов там закрывать или дней они не стоят бумаги на которых они написаны то уж под ними никакого содержания нет на них там сам домысл давайте еще здравствуйте вопрос касательно выбора вычитал что мозг делает делает выбор а сознание подгоняет этот выбор спустя 30 секунд насколько это правда и не правда не это неправда и мозг сейчас два пояснения сделать дело в том что сознание это сам мозг и есть это протянуть у нас двойственность создание книжка такая сейчас посмотрю может быть она здесь есть а вот в этой есть кусок есть книжка изменчивости гениальность в ней есть глава просто специально поскольку она посвящена и гениям и дуракам но дуракам меньше чем хотя дураков больше значит есть специальная глава на странице 45 называется двойственность сознания она предшествует чуть-чуть таким стихам проскопическим он очень хорошо понимал это и замечательные строчки о вещь и душа моя о сердце полное тревоги о как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия вот наши все чуть точно все подметил значит это действительно двойное бытие она причем с одной стороны абсолютно скотское обезьянь это когда вы закрыли глаза дома залезли под одеяло вас никто не может подслушать и думать о чем не хочется но хочется всем того что запрещено или очень неприлично но и вот это вот от обезьянки а потом просыпаетесь утром ну пора на работаете там и проклинаю все на свете значит вы ползете на работу чистите зубы там всякое в общем безобразие отвратительно для обезьян и не нашей сущности женщина то вообще тяжело расчесываться надо боевую раскраску иначе никто не позарился вообще может только сочувствовать ну вот и вот это двойственность то что надо хочу здесь описано то есть у нас просто огромная часть мозга наши социальные которые вы выросли из-за последних четыре с половиной миллиона лет она контролирует то что надо ваше социальное ну пусть плюс к этому все ваше воспитание образование все остальное а скотское обезьяния но надо это легко передается без социальных условий капаксик сделать любой может вот это на это хочу это сидит внутри это лимбическая инстинктивно гормональной формы поведения рассудочные и вот между ними вы выбираете как бы сохранить вид человека вести себя как полная скотина то есть вот в этом суть и в этом противоречии двойственность сознания она нас так мучает и последовательные люди кто все рассчитывают ведут себя разумно имеют примерно тот же успех которые ведут себя как полное животное ну в социальном смысле беспартов беды и прочее попасть по всему миру и прочее то есть вот-вот в чем проблема проблема в этом а вот это сознание сознание вообще определить сознание сознание это собственно говоря общепсихологический термин я пытаюсь почему книжка называется морфология сознания я пытаюсь структурализировать это понятие потому что сознание это ни о чем то есть это философский термин а что такое совесть но мы тут же парадоксом зенона тут же придем все это превратится в научно-психологические и религиозное словоблудие под которым ничего кроме желания этих словоблудов заработать нет так что если интересно может 8 и создание в этих книжки есть давай еще вопрос добрый вечер захар вопрос такой по какой причине происходит отсроченное созревание на кортексе определенного процента населения а у всех отсроченный то есть просто у разных людей с разной скоростью ничего не можете сделать это очень плохо исследовано немножко есть работа немножко об этом касаюсь но их очень немного дело в том что скорость эволюции в разных этнической группы была разная но европейцы например они добрые ребята они резали друг друга по-черному так что не успевали репродуктивного производиться зачастую просто из-за этого там мозг вот то что я пишу уменьшение размеров мозга длину но потому что они плотно жили много друг друга резали то есть искусстве отбор был очень жесткий очень быстро и там одна скорость созревания а где-нибудь в сибири где там никто никого не отбирал кто уж поймать не мог на протяжении тысячелетий там скорость может быть другая то есть скорость это на самом деле форма адаптации к темы к тому или иному социальному будущему искусственное человеческое но она очень невысока индивидуальная изменчивость понимаете перекроет любую культ любые этнические различия потому что это этот процесс скажем так очень плохо исследован и быстрее всего здесь люфт небольшой но есть закономерности просто во время созревания но трудно ребенку там до 7 лет некоторые вещи объяснила в ассоциативных областях синапсов мало и он просто не может понять чего от него хотите есть специальные исследования здесь привожу как дети развивались в социальном плане вот у них сочувствие альтруизм они там до шести лет до 7 вообще не понимают что такое сочувствие вы видите что-то вкусное что отнять и съесть в голову такой ну как вот у собаки вы можете собаку договориться вы дали их вот попробуйте отнять особенность собак из вас размеров легко попробуйте узнать чем закончится и дети также точно у них просто эти области мозга еще не созрели они там не загрузились социальными инстинктами которые они копируют у родителей окружающих поэтому они все ведут как же вот это нормально поэтому он когда говорим там детские банды 14 15 16 лет лотинская америка почитайте там вся литература этим наполнен ну и уголовной сводки это же жуть такой жестокости такого ужаса представить себе никакой фашистской германии нельзя почему-то потому что у их тормозов нет у них вот это социальное созревание еще не завершено то есть он уже убивать умеет а в этом опасность если вы приучите людей как например на ближнем востоке особенно детей вы работаете у них социальные инстинкты направлены на уничтожение вы их потом не исправить никак это навсегда знаете это как вот утка запечатлела он это лоренса и бежит за ним так точно если ребенку вы дали пистолет и заставил там стрелять людей то к сожалению ребенка исправить уже никак не получится его можно только использовать в рамках тех социальных инстинктов которые вы ему привели а все остальное вопрос вашего вашей степени вашего желания самоубийцы будете его социализировать двух проблем изменить до вас сейчас дойдет очередь давайте еще вопрос вы тогда если можете следующий вопрос потому что человек хочет покинуть нас здравствуйте меня зовут евгений у меня вопрос такой вот меня многие считают ленивым стеснительным нерешительным человеком и ну под одеялом как говорится я очень не стеснительный и очень решительный и так я подозреваю это связано вот с какой-то тормозной функцией наверное неокортекса а вот как эта тормозная функция физически осуществляется это какие-то токи неокортекс больше чем лимбическая система вырабатывает или какие-то там гормоны и если вы можно как-нибудь сделать так чтоб например у моих детей она ну не такая заторможенная была но не так выражалась эта функция методика есть такая начните нет методики такой нет начните с себя дело в том что вы должны помнить только одну простую вещь что не надо если у вас какие-то есть желания не надо себя очень сильно ограничивать надо попытаться реализоваться потому что вас впереди ничего кроме ямки метр на два не ждет нет а там это все очень коротко дело в том что у нас лобные области если конкретный механизм лобные области те самые которые очень маленькие на самом деле там уж большая часть лобных долей занимается бог знает чем там правописание там занимается управлением речи управлением движения глаз шеи головы это замечательно все и только маленькая маленькая часть там самая астральная но зато человеческая обезьяна она малюсенькая у нас она огромная мы отличаемся там от этими парчика полей вот эта огромная область она выполняет тормозные функции как выяснить как выяснилось туда подпихают электрод ну когда это можно было делать но сейчас правда уже опять можно ну вот на западе в коем случае это такая тридцать вот что происходит и выяснять что ничего не происходит нога не дергается глаз не косит шумов в ушах нет ничего решили что это на эти секретные области ну как обычно оказался ассоциативные те самые которые обдували так вот их основная функция тормозные они исторически появились благодаря тому это изложено в какой-то из моих книжек полу церебральный сортинг благодаря тому чтобы человек мог делиться пищей дело в том что как я приводил пример с собакой вот мы отличаемся собак собственно говоря глобально наша эволюция собачьей валюты тем что мы можем делиться пищей неродственными особями но детеныш там отрыгнуть это понедельник всякое может но женщина а вот с неродственными тут уже большая особенно чужой женщине тут три раза надо подумать кормить или брень такое то есть что получается мы можем благодаря вот этих тормозных области области огромных лобных делиться с неродственной области в узких социальных групп и это сделало нас эволюционно доминирующей популяции на этой планете но за это мы платим дорого то чем чем вы говорите мы за это платим тем что и тормозные функции настолько нас подавляет то есть вы настолько хороший сколько вы сможете можете это контролировать если таблетка который наоборот есть есть это таблетка называется мешок с деньгами застопочтенная публика сергей слович я очень вам признателен что вы находясь в парадромальном состоянии острой респираторной вирусной инфекции тем не менее уделили нам внимание вот я надеюсь что вы поправитесь берегите себя очень много вирусных пневмоний звать меня владимир олегович фамилия оправдан для врач хирург из города брянска человек специально приехала да я специально я большого потому что мне кажется мое выступление стоит нет ваше выступление стоит очень дорого я так сказать очень много почерпнул буквально три недели назад я только открыл вас для себя в сети интернет вот купил все ваши книги пока не приступил чтению отложил их как десерт я что хотел спросить поскольку тут жесткий регламент всего лишь один вопрос мне вопросов много я их сформулировал четыре группы и предлагаю вам выбрать вопрос на которую можно тогда самый интересный самосокровенный первый вопрос касается вас второй вас вопрос касается меня второй вопрос касается публики и 3 4 касается политики ой я политикой не занимаюсь раз я сам по себе не интересен давайте на вас про себя и в своей книге пишите что все про себя любимого то есть три доминанты пищевая половая и доминирует я приехал сюда чтобы разобраться в себе значит смысл в чем смысл в следующем значит я конечно ем и у хорошо положусь у меня четверо детей трое из которых несовершеннолетних вот но я не стремлюсь до меня то есть я имею два высших образования диплом с отличием в мединституте юридическое то есть у меня проблемы от этого горе от ума таких примеров как это большие лоб на область наш проблем что-то большие вы слишком порядочный умный человек это всегда вредит я знаю очень многих людей которые ходят в первую там двадцатку списка форта мирового за это что не жалуются больше все ровно то же самое что ведь там будет поменьше у мамы были побогаче я не на что не жалуюсь поймите ни на что не жалуюсь я все есть мне достаточно того чтобы проблема заключается ваших огромных лобных опластях которые она доминантность это не обязательно чтобы вас носить на полосатом матрасе длиннодольги и блондинки с песнями не в этом дело вот японцы они достигли в этом полного совершенства например скупают вот я знаю хорошо фототехнику все что с не связаны они скупают всякие антикварные объективы дорогущие там который стоит десятки тысяч долларов все это собирают у себя японцы я бы вторгодного такого японца под большим вопросом значит меня пустить начнут и опустил поскольку у меня много книг на эту тему здесь значит вот у него подвал размером с половину этого зала где в стеклянных шкафах стоят уникальные объективы со всего мира он приходит садится на цену об этом никто не стоит и доминирует там было столько переговоров чтобы это я увидел ну вот что ты огонь топе исходил говорит выгодит второй человек кто первый я и вот такого вы знаете в европе там ворованных картин тысячами висит там чего только нет ювелирка есть бог знает что это конечно их никто но не аплодисмент есть конечно совсем только в перьях и стразах совсем по простому а есть вот люди вы поймите доминантность это форма может принимать самые разные то есть нищий в рубище который молчит 10 лет он такой же выпендрежник как дядька в роллс-ройси который политый сверху сверху одет весь в карте и все бриллианты всем ставим только в нас у нет это одно и то же и тот и другой выпендривается это все равно доминант формы просто разные суть то одна и та же поэтому ваши два высших образове тоже отлично выпендрежь могу мало у кого есть отлично то есть для этого не нужно достигать некого высочайшего социального статуса вы и так имейте этот статус внутри себя там же важно самооценка вырва путь чтобы вам не говорили уж себя будет все переварить ничего там говорит не очень готовы шагать на самом деле просто для того чтобы решать такие проблемы нужно честно относиться к себе больше больше то проблемы никакой нет и объективно относиться к этому там потому что люди к сожалению могут быть универсальными гениями каким-то то я не знаю ни одного вот там тоже леонарда винчика это не ускорен универсальный он занимался всю жизнь визуальными искусствами так скажем но они все очень близки к механике вот он в области механики рисование ну и подвязался это очень близкие вещи хорошо широко известно что очень многие художники профессиональные были неплохими инженерами очень хорошие инженеры-строители были отличными художниками смотрите сколько у нас из инженерных вузов особенность архитектуру расплодилось художник так как грязи в растут он а вижу вокруг висят видно школу их сначала на научили рисовать тушью с отмылочкой а потом они потянулись к масляным краскам типичный архитектор типичный архитектурных шагов то есть понимаете в чем дело это вот очень близкие вещи вот если бы леонард да вич сочинял музыку без смеха вот я бы удивился а так то есть поэтому вы просто пользуетесь чем используйте свой мозг по максимуму раз у вас стимулистские возможности мне кажется это самое лучшее надо понимаете чтобы человек умирал так чтобы у него уже на вскрытие потолка задавал вопрос а у него есть общих то не здорово то что в прошлой жизни зря здравствуйте славич мне зовут александр вопрос такой учитывая гетерохране развития мозга имеет ли смысл и интересно ли исследование диагностики начала развития определенных зон в мозге с целью коррекции педагогических программ детей младшего школьного дошкольного возраста так это очень важно я абсолютно уверен что это необходимо делать проблема то в чем что мы очень мало развития мозга знаем вы знаете что всего где-то си серийных срезов головного мозга человека в развитии но их скажем так по первому триместру вот сейчас мировые там базы данных там пять потолочек корнеги коллекция там 60 процентов патологии там 10 но нормально второй срок это второй триместр там речь идет о единицах там 5 6 7 и взрослые вот этих но тоже наверное на всю планету я говорю о себе тоже там десятка серий то есть на лаборатории больше в три раза чем во всем остальном мире вместе взяты то есть это про критим практически не занимаются одной стороны нельзя старой коллекции только можно использовать во вторых значит это очень хлопотно потому что гранты не покрывают вот для того чтобы сделать срезы мозга например новорожденного нужно потратить два с половиной три года но и кто кто будет в это вкладывается когда там ты слил для пробирки там накапал антитела еще как им сделал фцр анализ и вот тебе ст замечательной статья в нынче а здесь то придется пахать годами и перспектива а гранты это же надо американская теперь система гранты два-три года и чего за это можно сделать то есть таких вещей как 10 12 15 лет горизонт планирования у нас нет сейчас к этому идут пришли китайцы и они судя по всему взять как же говорил специально эту тему они судя по всему да будут видимо доминирующие нации в эту область того что они вкладывают у китайцы вообще традиция горизонт планирования 50 70 лет поэтому для них 20-летней программы исследования это как бы абсолютно нормально для них есть деньги и желание все-таки отобрать бупу мне китайцев и поэтому они видимо церебральные сорта они будут осуществлять есть переговоры с ними в общем не приходится вести то есть они единственные кто понимают что происходит остальные в науке зарабатывать деньги простым быстрым способом имитируя в основном что штаб устроен мир мы приняли такую парадигму и за нее расплачиваем а то что вы спрашиваете исследование это это архиваль в этом основа то есть структурализировать основу детской изменчивости для того чтобы объяснить что здесь не делать конкретно показать первое внутри возрастную изменчивость вот например вот берем там пять лет что какие крайние варианты не следует ответить могу у кого сквозь скоростью развиваются индивидуального даже различие между мальчиками и девочками там три четверти психологических средней это пустое в зависимости от среды ребенок может вам изобразить что хотите ну вот значит реальных объективных данных нет до полового даже деморфизма не учитывается есть только общие общие сведения исходящие из педагогического предыдущего опыта который сейчас тщательно истребляется из всей педагогической науки так что да вы правы но для этого должны быть какие-то государственные программы у нас не должно быть государственный программ там по изучению клип на что-то с рукой поинтереснее давайте еще здравствуйте сергей славович хотел бы задать вопрос в общем-то относится к развитию личности как это все происходит в книжке писали было ли такое исследование людей с такой патологии даже не патология считается дефект личности даже не называется заболеванием это неискоренимо такие люди получаются в результате чего они получаются это психопатия это как вот человек который без эмпатии они у нас в жизни очень хорошо внедряются в руководство это вот за счет лирической системы которые живут но вы знаете это же никто не даст исследовать это нет это психологические термины которые чтобы перевести на нормальный язык нужно таких людей следовать этого не делали то есть это не процесс какой-то любительный там родительского жесткого воспитания это вот эмбриональные какие-то индивидуальные индивидуальные изменчивости у вас негативный отбор вы понимаете если одного человеку спасибо если одного один человек мучается там совестью еще что-то как я не что обворовывать соседа какие трудности эти моральные страдания у поменьше таких за счет лимбической системы без проблем нету как раз у пятилетнего ребенка увидел что хороший отнял биологический подход абсолютно отсюда разница естественно если вы не соблюдаете никаких социальных правил и норм то вы биологически более эффективны да есть шанс что ты получишь пулевных слов кто-то не получает мы же прошли девяностое годы когда я заходил там морка там сайт страны зеленые пиджаки а со стороны красные все дырят ну вот но и среди них кто-то остался мышцах видим все в другом то есть пониженная социальная ответственность скажем так она дает биологические преимущества как раз в области процветания и карьерные лестницы это известно но исследовать такие вещи конечно было поинтересно кто-то что будет они не сгадут на высшую сучь меня зовут игорь то спросили над собачек собак же разводят интернет породную лайк примеру она вот сама выросла и сама знать что я делать она может охотиться никто не учил но они отличники еще по ее хоть но она да но пастушья собака будет пастухом право на вы она будет стремиться к этому просто потому что он его вывели как породу ну то их отбирают регулярно поэтому ты смотришь на заводчиков и думаешь самих бы их отобрать это первое первое что возникает потому что степень идиотизма которого не подходит а это ужасно а во-вторых пород как отбирает означает ли что мозг для капитающего поддается селекции как у меня все книжки церебральный сорт на к том что мы сами себя селекционируем на протяжении четырех слоем миллионов лет и последнее время чем дальше тем быстрее да конечно если вы будете только не рассуждать о чем а как делалось в европе вести ну не сдал на укол чтоб у тебя детей не было все нормально вот в европе так делалось вы не сдаете деньги на церковь крестовый поход внутри европейский пришли спокойненько 80 процентов населения вырезали оставшиеся 20 платят вот это и называется искусственный отбор и так это происходило в европе на протяжении полутора тысяч лет вот мы видим что у них они покладистые аккуратные у всех поребрик одинаково во франции все двери одинаковые все делают все правильно хорошо потому что их до этого полторы тысячи лет знаком сажали это и называется отбор то же самое голубетник или собачник собачника него же появляются щенки бороду он там смотрит когда этот плохой этот плохой слава этих в мешок и в озеро а вот этих вот на продаже есть породные качества стоит такой то есть отбор только не природный пока там тот съезд или кто-то убьет а человеческим и то же самое дело вы обратите внимание с какой жестокостью мы относимся к людям а социальным но это понятно людоеды которых мы там держим во всяких местах когда по им дать поймать а также к людям с этим талантливым мы же вокруг себя аккуратненько все это подстригает ненависти к одаренному талантливому человеку а про обычно в сообществе на порядок больше чем человеку бездарному ленивому и агрессивно мы этим отбором занимаемся постоянно и в школе вы вспомните в институте что там с талантливыми гениями делать с отличниками для всех там смешно сразу что на этих отличников этих талант приходилось такое давление батальюки да в результате если они выживали они из вас с ботаниками делали всех остальных и делают но просто их выживает разная в чем все тоже называют отбор обращаю ваше внимание он негативный именно поэтому мозги бюро уменьшились я думаю что нам надо это избегать давайте чего здравствуйте до меня зовут руслан интересует такой вопрос про пго волны слышали ли вы что-нибудь пго волны которые генерируются в стволе и по исследованиям ну они придутся через латеральное коленчатое тело в мозге как будто бы сновидения не слышали вот раке коленчатое тело получать волокна исключительно и зрительной системы кто-то это говорит идиот туда входит зрительный нефт и после перекрестка хиазма от глаз происходит перекрестка хиазма половина длина нервов идет от правого глаза половина от левого нет 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 дело в том что есть прямые проводники идущие от глаз в переднюю часть переднюю дворки крыши среднего возраста от глаз не от линии среднего тот кто это говорит этот идиот нет вы знаете я с этим сталкиваюсь регулярно здесь отдел почитал значит дамочку которая в известном сайте антропогенез написал на меня рецензию отрицательного и у нее там просто вами галярный комплекс приходит зрительные нервы то есть назвать ее дурочка это похвалить какой степени будучи рецензентом который публично выступает то что она пишет такой бред который за который был на первом курсе институт поставили бокал верхние духовные заходят нервы идущие от сетчатки глаза пять процентов верх передается не в коленщикой силах это древний центр передним в артической раховыми это древний зрительный центр который работает у животных которых нет коры то есть у рептилий амфибий и рыб туда изначально в эволюции приходят зрительные нервы идущие от глаз и ваш старт рефлекса все вот вас сейчас запущу пустой бутылки вы уклоните наверняка до того как сообразите что она к вам прилетела вот это называется старт рефлекс потому что тот кто там сейчас расслабился идиет он сидит спокойно если я хлопаю резко резкий руку все так собираетесь это как раз благодаря тому что ваше зрение срабатывает рефлекторном любое стражу вот это древний так называемый не корковый путь и зрительные системы 3 4 это все и запускает то есть из бугорков 4 полный идет куда кроме идет в моторные центры да действительно долл через латеральный тот тот написал просто обзор безграмотный человек видимо не знающий вообще не поэтому как он серьезно относится нельзя но такой дурь и вот я говорю просто открываешь просто вот там сплошняком то с помощью компьютеров моделируют сознание ну у кого в сознании как компьютер вполне возможно кто-то эволюцию моделирует человечество с помощью такого же маразма ну то вот такие вещи там не понимаю вообще не никакого строения мозга ни о чем утра и коленчатое тело занимает зрением идеальное количество тела таламическая структура занимает слухом туда приходится слуховых ядер и а конкретно из латеральной петли как лярных ядер это все известно досконально ну вот а тут переключается в кору там сорок первое второе поле это тривиальные вещи студент спрашивают если кто-то на основании такой дури что-то рассказывает я сочувствую и здесь я ничем помочь не могу это опять психиатру там надо дипломов лишать такие вещи просто сходу здравствуйте а если корреляция между примативностью и интеллектом корреляция между примативностью и интеллектом примативность как склон исследовать инстинктам корреляция конечно есть есть очень много людей которые например были сексуальными маньяками при этом очень творчество да это и потому что уровень просто половых гормонов к очень часто это прекрасно мотивирующий способ для того чтобы человека заставить что-то делать просто свой мозг вы заставите с трудом можете а когда у вас есть мотивация такая но при репродуктивно это намного проще да и связь есть и зачастую положительно если человек сможет использовать свое свои так сказать половые страсти например для пользы общества классический пример это альсам сергеевич я уже тысячу раз говорил замечательность определения нашего проекта все стихи право плавают спермическом болею это не я сказал я у нас осталось время буквально на три вопроса и уже нужно будет приходить к автограф сессии сколько лет понадобится китайцам для того чтобы вырастить пять соросов ну такого добра можно так насобирать сначала надо сделать машину дальше пойдет легко машину есть там китайцы на просто кроме меня купить еще нескольких физиков которых я знаю хорошо лично то есть я конечно продам для того чтобы осуществить этот проект а дальше все как только прибор заработает с разрешением один воксель там будет вопрос поставить 20 приборов ну вот и дальше там тысяч ты пару тысяч китайцев посадить на то надо их обслуживание и все ну там компьютер придется построить более-менее приличный не такой барахло как сейчас который бы оборота смог обработать позиционирование 150 миллиардов нейрон так та еще задача ну вот потому что там простая томография не пойдет там надо алгебраическое вычисление несколько раз более точно чем сейчас используется в медицине но это все есть есть и физики и математика там уже и программы написаны да вот так что думаю после создания прибора 35 лет и все и дальше все не следует на 5 лет и дальше все будут не будут знать что происходит с ним они как те самые крысы пойдут за дубочкой прокомментируйте нобелевскую премию по физиологии присужденную весло норе а сумме в 2016 году за открытие механизма аутофагии не является ли умеренное голодание как стимул к процессу аутофагии способом очистки организма и распространяется ли аутофагия на клетке мозга в эмбриональном я сегодня начал свой рассказ что в эмбриональном развитии аутофагии это тривиальная вещь то что японец открыл это явление через 150 лет после того как его открыли до него это конечно удивительно но это обычное дело до японии дошло наконец через сто пятьдесят лет что это явление есть я поздравляю ну вот значит это старая история в рамбриональном развитию очень много таких явлений аутофагии классический вариант вот смотрите на свои сервер пальчики у вас раздельны отлично а вот если бы аутофагии не было они бы были сросшие все почему потому что промежутка между пальцами и клетки значит разрушаются здесь то есть гибнут их соседи поедают вот таких феноменов у нас в органогенедии очень много но хвост вот вы же родились то есть вас начали и через несколько недель у вас появился хвост то есть полчаса хранится было такого рода в треть тела длинных он хвост у человеческого плода и у всех но он потом что резервируется человечески такой поиск нижней конечно чуть пускается он резервируется клетки разбирают часть фагоцитируется аутофагия обычный момент в нейрогенезе на тысячу клеточных делений гибнет примерно шесть клеток их поедают соседи это норма это во всех частях мозга нормально потом аутофагии то есть это поедание клеток во время развития как и говорил в первом мозге во взрослом состоянии аутофагии в таком виде нет нейроны ничего не едят того что отростки длинные как они могут значит что погибает нейрон например хронического пьянства сосуд сжался нейрон сдох с голодухи бывает такое вот бывает что это полу дверью тоже плохо и вокруг собираются глиальные клетки образуют каркас такой братскую могилу саркофаг вот здесь он будет там излагаться и тухнуть ничего хорошего хоть там нет инфекции но они образуют саркофаг плотный вокруг и получается такая так называется в патанатомии клетка тень то есть клетка как бы есть но пустота то есть такой но это не аутофагии это просто фагоцитоз глиальных клеток а вот то что он рассказывает но это ерунда по-моему совершенно но последние нобелевские премии за последние 25 лет когда я слежу внимательно за этим ну там 2 и 3 я бы дал остальные там это уровень дипломных работ или просто воровство как вот хайфлик когда логникова обобрали просто заданного бегали нашего который за 20 лет до этого все это писала обворовали просто и выдали за на герскую плену в проект жульетом с генами для пересадки получения там этих стволовых клеток который мог прошло пять лет ладно вы придумали молекулярный генетический способ создания столкнет где стволовые клетки где органы эти все профанации или там белки обоняние нашли целый кладку в так ну и где эти к сожалению большинство этих времени это политическая вещь а зачастую финансовая голодать обе даться вредно скажем так любое голодание а мало ли может у вас гастритик еще чего-то могут слушать лучше и аккуратно немного есть не надо переедать но это очень трудно преодолеть я по вам вижу потому что трудности большие чуть-чуть повиснуться уши ну вот проблема то в чем что мы не можем эволюционный наш путь такой короткий закончил когда мы стали людьми шаги 4 миллиона лет это вообще ничто для эволюции до этого то предыдущих только обезьяне 60 миллионов лет любит не было ну и попробуйте справиться устоять перед холодильником а можно вопрос вот по эмбриологии будет странно получается что вроде за счет одних химических градиентов организм очень точно выстраивает никаких нет вот нет мне сказали что как бы ну определяется вот ну как бы тут у нас растет мышца водка когда заканчиваете и роста определяется только какими-то хими градиентами химических веществ мне это биологи сто раз говорила выпучив глаз за счет чего организм понимаешь что вот этот орган пора прекращать растить вот вот где вот это внутренняя как бы модель по которой он это был должен сказать что вот тут потолок все модели нет а а где вот и вот что это стоит за процесс подавать наш клеточное взаимодействие они рождают ту информацию которая останавливает эти процессы тоже там биологи выпущивают глаза ну жалко конечно надо учиться это вообще проходит но у меня как быть у всех вузах страны вот одну и ту же спросу один этот ответ задает из глупость глупость конечно потому что мышца растет до той поры пока она не начнет выполнять функцию то есть она увеличивается 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 как только механорецепторный сигнал прошел все останавливаем форма глаз также микроны какие микроны давайте выковыриваем несколько глаз и вы посмотрите что там разница огромная и по числу клеток и по размеру микрон это межклеточные взаимодействия которые регулируются по принципу образа за это микроны какие микроны вообще хрусталика с его выковырили вот такого размера они микроны он кривой косой я вам не могу передать если его выковырить и через него сделать фотографию это примерно будет такая картинка как будто бы снять вот через лист лист стекла которого с двух сторон смажете вазелином какими кроме вас глаз приходит картинка такая что вы бы не узнали сами себя в зеркало потому что еще раз говорю берете кусок стекла протирать с двух сторон тонким слоем вазелина и прикладываете вот такое изображение поступает вашу сетчатку вот такое по качеству все остальное это ваша бульная фантазия все прыщики на носу это на самом деле ваш большой личный опыт можно последний вопрос не сказали значит подтвердить или сделайте опровержение такого дома 1 сказала что если мы нарабатываем какой-то навык или учим стихотворение или что-то а потом засыпаем то после просыпания все это как было происходит inside такой то есть заучивается стихотворение получается что я понял о чем речь идет дело в том что есть вы приема если вы хотите на утро сделать чуть полезно это определенную тему лучше всего зарядить свои маги то в мозг это такая тупая машинка абсолютно безом до безобразия до полного она работает по это таком принципе вот вы хотите обдумать какую мысль я этим пользуюсь сам это делаю чтоб не ладится там сидишь не одну неделю ну тогда начинаешь использовать запрещенные приемы какие прежде чем лечь спать вот уже уже все там почистили зубы поели восьмой раз там не знаю поговорить по телефону 50 все уже успокоились все и вот вы собираетесь вот спать вот не надо значит надо садиться и пытаться позаниматься тем что у вас очень во для вас очень важно хотя полчаса после этого прям уже больше не шебуршать отходите ко сну и спите почему потому что мозг и говорю еще раз это тупая машинка и у нее есть достаточное возбуждение это с чем вы заснули то будет твориться некоторое время там между связи а связи образуются днем и ночью есть шанс что вы получите новую систему связи проснетесь утром как бы начнете жизнь чистого листа и будете думать о батюшке шуши не сообразила дмитрий иванович менделев так и поступил голубок он полтора года писал учебный для студентов он никакую таблицу не изобретал на его увидел ее в одном месте он что сделал ему надо было занять место профессора денег не хватало на жизнь он в бабло купил именина пополам с еленым с профессором и надо было расплачиваться от чтоб расплатиться надо стать был ординарным профессором чтобы стать ординарным профессором правило было такое не дебилов назначать из другой специальности как сейчас у нас полуниверситета олигофренов которых понабрали не по специальности и теперь этом кафедрами рулят то страшно ходить а был человек он мало того же должен прийти специалистам он еще должен учебник для студентов написать и принести его и только тогда установил заведующим к и вот не сидел на дверь полтора года писал тучи и днем и ночью и вот она в конце концов заснул проснулся вот у меня 7 но осенил он полтора года пытался осениться и тогда его кончить полтора года каждый вечер тренировок поэтому да действительно в этом есть термяжная правда если вы хотите зарядить мозг но вам надо следа точно этим заниматься а то вы там занимаетесь там например какой никаким путь делом а сами думаете а как там сынок не описывался ли он 42 года а как там . 30-летний что доела на молился это нам железным он и вот если вы будете перебивать вот этими глупостями то вот загружать не надо а так если вот не хотите настало время переходить к автограф сессии спасибо за интересный опрос а вам сергей вячеславович спасибо за интересные ответы книги автора выбор что-то что-то своё также кто-то забыл оплатить книгу морфология сознания будем благодарны если вы подойдете оплатите чтобы не ошибиться в двух местах москве надо москва да и все в питере любой неврологич нет уже в двух местах школы раз а питер я вам скажу они будут они прям противоположные будут вам говорить того хоть что-то выселить объективных методов нет я не прописала или на будьте здоровы все что маленький экспресс вопрос создание этот продукт мозга конечно а вы думали что плаву форма я не знаю нет я вам со знания продуктов конец у вас вы знаете без головы сознание не бывает у нас да как-то в институте в рамках именно обывательных программ поучиться походить на лекции знаете а у нас нет никаких образовательных исследовательского института когда-то 8 лет назад читал еще лекции в университете но я не могу читать людям начиная от рождества христова они приходят все-таки подготовленные и чуть-чуть андрей андрея накрывать она лично сделок но если вы исследуете чего-то на хаев но вы знаете в сибирске никого не знаете нет почему я знаю в новосибирске много интересных людей они каждые два года выпускают лекарства от всех видов рака желаю удачи хорошо они с такой ненавистью вас отзываются я думаю что очень хороший человек стоит просто первый раз от таких был такую ненависть нет а это всегда ну что вы там же я же порчу бизнесом ну что вы они же ведь продают то что пользуются популярным анна и роман нам старый дом очень нужен у нас ребенок на вот здесь про ребенка на подходе вот здесь про ребенка а дальше вы там еще 15 лет у вас запасит какие 15 10 лет к и уже 10 конечно он уже здорово тоже конченый мерзавец все понятно спасибо я чувствую придет к миру молодого республика это какую давайте привет уголок нет книжках то вы поймите youtube там же это попса ну и чего там естественно там и десятой части нет потому что никого не интересуют реальные вещи поэтому журналисты приходят спрашивают такую муть я уже мне уже язык стерся одно и то же говорить я считаю сергей у них же а они ограничены так сказать и в знаниях политика конечно они там все ради красного стаса и по поводу исходя из эволюции человеческого мозга политика это прогнозируется вот так но нужно ли потому что это биологический процесс то что происходит и в стране и на западе это чисто биологический процесс и здесь социального то ноль целого поэтому это все прогнозируется да пожалуйста вопрос спроса вопрос кто туда вошел если как премию здесь дали как что глиальные клетки превращаются в нейроны президент это я понимаю что он чем далек но тут-то выдавал подписал они что-то не вменяют то есть это уровень нового этого студент первого курса на счет знаний нет этого весь совет того что ну а чем бы вопрос такой закрыт давайте так давайте Кому? Алексею? Профессор, меня ставят в тупик ваше убеждение о наших плохой оптике. Если она такая плохая, то откуда мозг, ну, он сюда встроен, откуда он берет знания о правильной картине? Ну, очень долго привыкаем. Мы вырабатываем, у нас специальных два поля. Один занимается огромной в мозге цветом, а другой графическими примитивами, чтобы распознавать то, что вы видите, получаете первичное. Так а откуда он знает, чтобы, ну, когда строить... Из личного опыта. Вы накладете палец на плиту и узнаете, что оно горячее. Поэтому вам, пока вы начинаете что-то соображать, надо 7 лет загружать эту машинку. Дети, то вы свои вспоминания вспомните, с чего вы начинаете. А что до этого было? Так а если все равно изначально у нас постоянно... Ничего за... Да, но вы ее достраиваете, исходя из опыта, больше ничего. Накапливаете память, вы дорисовываете непрерывно за счет памяти. Я вам сейчас объясню, есть простой прием. Чехи очень любят одевать двое колготок, одни черные, другие белые. В интернете найдите, и люди выступают. И все, у вас будет тут же диссонанс когнитивный. Все, что вы приобретаете, вы достраиваете. У нас очень плохая картинка. А вы что, хотите сказать, что мы получаем ее оттуда, что ли? Нет, я ничего не хочу сказать. Нет, можно микрофончик, заготовь оператор. Да, 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 конечно, давайте. Нет, у нас, к сожалению, зрение очень плохое. Давайте сзади. Так, отсюда тогда, может быть, не следует... Ну, вернее, следует, что ухудшение зрения, это... Ухудшение не оптики, а ухудшение набора на глаз? Нет, к сожалению, и оптика тоже. А вот по медицинским возрастам, вещество. Чего? Есть какие-то представления? О чем? А каких медицинских возрастов говорить, если эмбриологии 4 лекции по 45 минут? Во втором мете. И в первом. Какие здания? Во чем? Там профессора. Никакие. А куда детей отправлять? Не знаю. Ну, точно не вовремя. Не знаю. Это в МГУА. Вот я учительный совет. А не надо, там оттуда, знаете, много вращений. Нет, эмбриология, вы представляете, 4 часа академических. Ну, хотя бы из того, что я еще выиграл. Так нет, они все одинаковые. Если ребенок хочет учиться сам, то он научится. Институт – это только возможность научиться. Выучить его там никто не будет. Ну, мастер все равно может это чуть-чуть делить. А захотите-то, откуда можно? Ну, вы представьте себе, вот я проработал 25 лет в высшей школе. Я ушел, потому что это невозможно больше. Приходят дети, которых надо учить всему. Ну, я удивляюсь, почему они не писаются в штаны. Ну, все, это пятый курс университета. Почему? Турлинь подготовки такой коммунисты. Вот эта нервная система, это кишка, кишечно-мозговой канал. Соединение задницы с головой. Прямо человеческое мгрионное. Значит, это вид сзади на зародыш. Понимаете, да? То есть там голова, здесь спина и сторона, здесь брюшная. Вот этот канал, вот он зарастает. То есть натурально как, а иногда не зарастает. Где-то серьезно. Потом они рождаются, детям хирургически зашивают, просто там подрезают. Нет, сейчас есть и 21 Тесла, но это пока ничего. И там проблема-то в том, что мощность бесполезна повышать, мозги сгорят. Оптика нужна. Ну, нужна рентгеновская оптика. Кому? Степко Денису. Денису? Степко, всего доброго. Ну что, куда вам можно написать? На издательство. На издательство. Меня не существует нигде. Кому? Сергей Вячеславов, пожалуйста. Да, да. У Андрея Курпатова я слышал такую вещь. Он говорил, что употребление внешнего алкоголя заторможивает выработку эндогенного алкоголя. Нет, неправда. Ну, а вообще в трезвости есть что-то плохое? В трезвости, да? Ничего плохого. Почему тут против трезвости? Я не против трезвости. Что хорошо, если вам хватает эндогенного алкоголя, пожалуйста, если вам не требуется никаких механизмов расслабления, восстановления, вы не работаете, тяжело изнурить над дворником. Вот такой нарус, как бы, расслабить. Ну вот, вы представляете, что вы работаете физически в шесть часов в сутки, сознаноизнос. Если вы стакан не выпьете, извините за грубость. Вы наутро не потянете. Вот мужики в горячих цехах. Смотрите, что происходит. Они целый день пьют воду минеральную такую, знаете, с солью, вода. Вот стрелетейщики, вот те, которые по-настоящему работают, вкалывают до пота. А вечерами, я просто с ним, я поработал как-то пару недель, там, где люди стали, в разливочном цехе, вот это здесь, серпомолт рядом был. Вечером выходят три мужика. Для них по бутылку водки, по кружке пива, это, ну, примерно, как для вас кефир помет. После такой работы. Иначе у них мышцы наутро, молочная кислота накапливается, они не могут восстановиться. Да, это, конечно, плохо для печени, для того, с чем украсть. Они, значит, не проработают. Другое, наркотик употреблять. Нет, нет, это, вот наркотик, это наркотик, это, ну, давайте, помогаем, вот этот вопрос.